Словосочетание российский фэшн, к сожалению, для многих людей в нашей стране до сих пор звучит странно И очень зря, потому что сейчас, после ухода многих западных брендов с отечественного рынка, наши бренды очень даже развиваются Для них открылись практически все ниши, в том числе и люкс, который раньше занимали только гиганты К тому же многие российские бренды в узких нишах остались без серьезных конкурентов А популярный масс-маркет смог позволить себе масштабироваться и даже добираться до других стран Не знаю, как вы, а я отчетливо вижу в описании этой ситуации отличные перспективы для того, чтобы запустить свой бренд одежды Но как его запустить в 2024 году? Несмотря на свободный рынок и множество возможностей, текущие времена являются безусловно сложными Давайте разбираться Шаг первый. Выберите канал сбыта и нишу И этот выбор зависит от нескольких факторов Выбор ниши, то есть что вы хотите шить Детскую одежду или верхнюю одежду, женский кэжуал и так далее Должен лежать на стыке проведенного вами анализа рынка И того, что нравится именно вам Ниши в 2024 году актуальны абсолютно все Для вас открыты двери в любое направление От аксессуаров до люксовых пальто У меня есть замечательная история про выпускницу самой первой группы Школы модного бизнеса, Олесю Калашник Которая запустила бренд головных уборов для грудничков Бренд называется Тюрбантик И это были такие повязки на голову для детишек И она вложила в создание самой первой партии Всего 5000 рублей И это минимальный стартовый бюджет, который я вообще знаю в этой индустрии Тем не менее, сейчас Олеся Стабильный бренд, она на наших глазах выросла У нее обороты 2 миллиона в месяц Ее головные уборы знают очень многие мамы Я видела много раз на улицах Москвы Детей в этих маленьких тюрбантиках Они продаются большими количествами Также и в регионы через Wildberries В общем, Олеся вот таким образом поменяла свою жизнь И из мамы в декрете она стала уверенным предпринимателем И владельцем бренда одежды Канал избыта еще раз зависит от выбранного сегмента и продукта Но в 2024 году особенно популярно будет мнение инфлюенсеров Для того, чтобы понять, что хорошо продается Существуют сервисы аналитики маркетплейсов, например А некоторые из них вы видите на экране Их использование стоит денег Но у каждого сервиса есть триальный период То есть бесплатный период, когда вы можете зайти И посмотреть, в каком объеме продаются, например, те же самые пижамы Или продаются ли, в принципе, на маркетплейсе Wildberries в пальто той ценовой категории, которую вы задумали Вы должны знать, что Wildberries это такая площадка Которая нацелена на регионы больше Зарплаты в регионах у нас, к сожалению, невысокие И поэтому премиальные и люксовые бренды, скажем так Испытывают сложности со своей продажей на этой площадке И также хочу обратить ваше внимание на то, что семимильными шагами Развивает направление одежды озон Так что присмотритесь Вы можете провести свое собственное исследование И выбрать ту нишу, которая принесет, на ваш взгляд, вам больше всего прибыли Но при этом я сильно топлю за то, что это должен быть тот продукт, который нравится непосредственно вам Я знаю историю, как девушка решила запустить свой бренд детской одежды Хотя у нее нет детей, она не заинтересована в этой нише Провела аналитику, поняла, что бренд детской одежды это очень перспективное направление В нем много денег И такая, ну это мне, конечно, все абсолютно неинтересно и не нравится Но я буду продавать вот эту одежду Ну как вы думаете, пошло у нее дело? Нет, не пошло Потому что успех бизнеса зависит от фаундера То есть у создателя бренда должны гореть глаза от того, что он делает В нише фэшн это особенно важно Вы должны гордиться своим продуктом, любить свой продукт Чтобы продавать и продвигать его со всем жаром души Поэтому 50 на 50, что нужно рынку и что хотите дать непосредственно вы Находим золотую середину и отталкиваясь от нее Думаем над дальнейшим ассортиментом И параллельно делаем исследование, что и как где продается Маленький ключик, еще раз, на маркетплейсах Нужно торговать в рынке То есть выдерживает цену, которая невысокая А инстаграм по-прежнему является площадкой Где отлично продвигаются премиальные и люксовые сегменты Про маркетинг и продвижение я очень подробно рассказала в другом моем ролике Переходите, смотрите Ну а мы переходим ко второму шагу И шаг этот не только второй Но и бесконечно продолжающийся, повторяющийся на протяжении всей работы бренда Шаг называется анализ конкурентов Его ни в коем случае нельзя пропускать Потому что это даст вам такую огромную базу знаний Что вам делать в вашем собственном бренде Аналитика это действительно очень важный этап при создании бренда Который многие почему-то пропускают, но этого делать не стоит Я закончила институтом Рангони в Милане Один из самых известных фэшн-бузов в мире в принципе Так вот там мы несколько месяцев в одном из семестров занимались только аналитикой Поэтому то, что я говорю, это не только мой личный опыт и опыт моих выпускников Это мировой опыт Поэтому анализировать конкурентов нужно не разово Это нужно делать всегда Именно так ваш бренд будет расти и развиваться Если вы запускаете свой бренд с нуля Начните как минимум с пяти конкурентов, которых вы изучите досконально Их ассортимент, их ценовую политику Составьте себе таблицу, в которой вы занесете основную информацию Про их ДНК, про то, какой у них ассортимент Какие цены, на каких каналах они продаются Какие методы рекламы они используют С какими инфлюенсерами они сотрудничают Что они транслируют у себя в постах в инстаграме Сделайте заказ у них на сайте Посмотрите, какая вам придет рассылка после этого Как с вами будет общаться менеджер Не обязательно для этого покупать у них вещи и их оплачивать Вы можете просто положить вещь в корзину И посмотреть, как быстро с вами свяжутся И свяжутся ли вообще Потому что очень многие не работают с забытыми корзинами И на основе этого вы можете сделать вывод Что вы можете быть в этом пункте лучше них И таким образом увести их клиентов постепенно к себе То есть анализ конкурентов дает не только понимание Как работают те, кто уже продвинулся в нише В которой хотите продвигаться вы Но и позволяет сделать выводы Как вы этих конкурентов в будущем обойдете Мы конкурентов поэтому очень любим и говорим им большое спасибо за то, что они есть Они не враги нам, а большие помощники Шаг третий – это разработка коллекции Тут я хочу снова вам порекомендовать посмотреть мой выпуск про продвижение Потому что там я подробно объясняю Как связано создание продукта с будущим коммерческим успехом бренда Но хочу добавить еще несколько общих деталей Я не рекомендую начинать свой бренд с разработки огромного количества моделей Как только вы доведете до ума хотя бы одну модель вашего будущего бренда Вы поймете, почему я даю такую рекомендацию Потому что это очень сложно Особенно, когда речь идет о потенциальном серийном выпуске моделей Вы должны довести до ума сами лекалы Отшить опытный образец Подобрать все материалы, чтобы они были на повторе для серийного производства Подумать над фурнитурой, над подкладом и многими-многими другими деталями То есть это большая работа по каждому изделию Пока у вас еще нет команды и опыта Каждое изделие это будет большой-большой труд ваш лично Поэтому начинающим брендам я рекомендую обкатать свои скиллы на трех, максимум пяти моделях В ассортиментной матрице Если будет нужно, вы размножите их в нескольких цветах И таким образом запуститься Это будет ваш первый ассортимент Если вы запустите даже три модели, но они будут суперинтересные и качественные Завирусятся, их захотят стилисты, блогеры, то у вас все получится И дальше вы уже будете добавлять, например, дропами капсулы Или даже единичные айтемы для продажи В 2024 году нужно особенно быть внимательными к двум вещам Во-первых, качество изделия И вы не можете себе позволить выпускать некачественные вещи Потому что, опять же, конкурентов много И некачественные вещи делаются уже и без вас Если вы зайдете на рынок с продукцией, которая сразу же скатается, полиняет, поменяет цвет или развалится К вам клиенты никогда не вернутся, а привлечение каждого клиента – это дорого В моем бренде Skin of Angel, например, у нас по статистике 90% наших покупателей через собственный розничный сайт Возвращаются к нам за второй покупкой 90% – это очень высокий процент Но дело в том, что привлечение каждого клиента, еще раз, это очень дорого И ваша задача как раз достичь вот таких долгосрочных отношений с вашими покупателями За счет того, что ваша продукция будет уникальной и, конечно, качественной И вторая вещь, которую важно держать в голове при создании коллекции – это мировые тренды Какими бы ни были там общие направления, что теперь мы регионализируемся, отделяемся, сепарируемся Все равно есть понятие мировой фэшн-индустрии, есть понятие актуальной одежды и неактуальной Вы же не будете производить лапти в своем бренде обуви, например, да? Ну, потому что лапти устарели Я сильно проутрировалась сейчас, но, я надеюсь, основную мысль вы поняли Вещи должны быть актуальными, иначе будет провал, как у бренда Маак, который пытался заменить Зару Дело в том, что Зара работает строго в тренде, быстро копируя с подиумов А Маак немножечко как бы выкатил не то Ну и люди, которые были готовы стать постоянными клиентами этого бренда вместо Зары, ими не стали Это были первые три шага Про остальные, не менее, а я бы сказала, даже самые важные три Я рассказываю в своей бесплатной лекции Как создать свой бренд одежды с нуля по шагам Я вас на нее приглашаю, чтобы попасть Переходите по ссылке в закрепленном комментарии Две отличные новости заключаются в том, что сразу после регистрации вы получите подарки Это гайд, как создавать одежду, которую точно будут покупать Второй подарок – это рабочая тетрадь для создания своего собственного бренда Которая очень, на самом деле, помогает новичкам И вторая хорошая новость – не переживайте, вам никто не будет спамить после регистрации Лекция очень хорошая, полезная, что доказывает огромное количество выпускников школы модного бизнеса Которые запустили свои бренды одежды, поменяли свою жизнь Если у вас остались вопросы, пишите в комментариях, я обязательно на них отвечу Ну и, конечно, не забывайте подписываться на канал Потому что здесь вся актуальная информация о модном бизнесе И, в принципе, о фэшн-индустрии Ну а с вами была Анна Кудс, создатель школы модного бизнеса До новых встреч! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...